Приветствую вас. Давайте разберем ваш текст. Я не случайно говорю слово текст, потому что у вас нет вопроса. Вы говорите просто, что не хотите привязываться к людям, но при том, что вроде бы как к людям привязываться вы не хотите. Несмотря на это, вы говорите, что хотите быть нужным и желанным. Я лично в этом вижу противоречия. Потому что когда человек хочет кому-то быть нужным и желанным, он в нем растворяется. Самое главное, что вы предаете себя, вы игнорируете себя, вы игнорируете свои собственные ценности, вы игнорируете свои собственные потребности, чувства, желания. И, в общем-то, это то, что в психологии называется, ну, слиянием, по большому счету, да. То есть, как бы, это вот то, что, ну, мы... То, что в психологии называется механизмом слияния. Вот. То есть, вы как бы сливаетесь с другим человеком. Вот. И, соответственно, в общем, хорошего, как бы, в этом, ну, ничего нет. Вот. Ну, вот, не знаю, понимаете вы это или нет, но в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае это... Соответственно, основы для слияния, так же как и для ваших мечтаний, ну, то, чем вы мечтаете, грубо говоря. То, что вы, там, по большому счету, ждете... Единственного. Да, вот. Ну, вы, вы ожидаете, как бы, единственного. Вот. Это связано с тем, что вы на этого самого единственного, как мне кажется, переносите ответственность за свои... за свои желания. Вот. Как мне это видится. По крайней мере. По крайней мере. По крайней мере. Вот. Эм... Почему? Это хороший вопрос. Как мне кажется. Связано это, может быть, с тем, что вы не привыкли... прислушиваться к своим интересам, вы не привыкли прислушиваться к своим, значит, чувствам. Вот. Вы не привыкли прислушиваться к своим переживаниям. Вот. И не привыкли реализовывать по всей видимости, не привыкли реализовывать свои потребности, свои цели. Вот. Мои желания. Вот. Не привыкли этого ничего выделать. Ам... К сожалению, как мне кажется. Вот. И в итоге, на мой взгляд, ситуация складывается так, что все это вы... Ам... Переносите, условно говоря. Вот. На... Других... Людей. В данном случае, вот. На... Ну, на... На некоторого... Вот. Идеального... Мужчину, который, ну, должен прийти и вам, соответственно, помочь. Вот. Который должен прийти и все в вашей жизни устроить. Хотя... Так... Как правило, не бывает. Вот. Если бывает, то... Редко. И... Цена... Цена за это... Как мне кажется... Довольно таки высокая. Вот. То есть, что важно увидеть вам здесь? Вам здесь важно увидеть, что вы блокируете в определенный момент свои собственные интенции. Попробности. Вот. И... В общем и целом, двигаетесь немножечко не в том направлении. Вот. То есть, там, где... Вы могли бы... Двигаться... В сторону... В сторону... В сторону... Себя? Вот. В сторону... Своих... Ну, к примеру. Да. потребностей, да, в сторону своих желаний, например. Вот. Вот куда бы вы могли двигаться, и когда бы вы могли туда двигаться. Вы не двигаетесь, вместо этого много энергии вкладываете всем в других людях, в других людей, в мужчин, в друзей и так далее. Вот. Вы не свободны, это не свобода вас, скорее всего, бьет, скорее всего, вас эта не свобода раздражает, скорее всего, скорее всего, она вам, ну, как-то вот, знаете, чтобы сказать, ну, тяжело дает, я бы так сказал. И это нормально, это естественная история, вот. Другой вопрос, как вам это можно было бы скорректировать, вот в чем вопрос. И хотите ли вы это корректировать, вот в чем вопрос, желаете ли вы это делать, интересно ли вам это делать, я имею в том, что интересно ли вам заниматься, будет, ну, вот именно своей, как бы, корректировкой уже, потому что это может показаться, не таким легким, на самом деле, вот, как вы могли бы, например, подумать, допустим, вот. Вот. Поэтому я и хотел этот момент вам как-то вот немножечко обозначить, чтобы вы лучше отдавали в этом себе отчет. Дальше, значит, привязка всегда или почти всегда связана с определенными желаниями. То есть, привязка без желаний, в принципе, не бывает. И вам нужно увидеть, как мне кажется, свои желания, которые лежат в основе того, что вы привязываетесь. Вот. Вот, судя по описанию, вы говорите, что влюбляетесь в то, как на меня смотрят, смотрят и так далее. Вы говорите больше именно про то, какое вам состояние дают люди, в которых вы влюбляетесь. Вот. То есть, вы влюбляетесь не в самих людей, а, вероятно, в то, как себя с ними чувствуете. Вот. Но это состояние, оно для всех людей нормально, все люди хотят, хотят это состояние почувствовать. Вы здесь не исключение из правил. Вот. Но вы стремитесь к этому состоянию только через других людей, от чего и страдаете. Вероятно. Вот. Поэтому задача здесь именно поискать такие пути. к этому состоянию, которые больше бы зависели от от вас. И меньше бы зависели от других людей. Вот. Это, естественно, не так легко, потому что есть блоки, потому что есть страхи. Вот. И есть, ну, на мой взгляд, есть еще и какие-то вот сложности в плане чувствования себя. Вот. То есть, вероятно, вам несколько сложно себя ощущать. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, сделать это все же необходимо. Дальше. Вы говорите, я боюсь даже секса, заводить любовника, сопровождиться к нему. Ну, такое ощущение, что вам, аноним, ваша жизнь, да, вот, ну, вот именно ваша жизнь, как вы живете, вам это не особо интересно. Такое ощущение у меня возникает, по крайней мере, как-то, когда я слышу вас, ну, когда я читаю ваш текст. Вот. То есть, вы говорите, что вот я боюсь, что привлежу. Получается, что в вашей жизни самой, у вас самой интересного не особо чего, чего много. Вот. По сути. Вот. Вот. А другой человек своими интересами способен вам заменить свой интерес, ваш интерес, точнее. Вот. Ну и, естественно, вы боитесь. Надо сказать, что боитесь не признавать. Только вот, вопрос в чем, если вы, допустим, не хотите привязываться, то есть вопрос в том, чтобы становиться более самодостаточной. Вот. А самодостаточность, это история про чувствование. Это история про, ну, про некое развитие, я бы сказал, своего интереса к собственной жизни. Как раз. Понимаете, да? О чем идет речь. Вот. Если в этом направлении не двигаться, то вы так и будете оставаться зависимы от тех, кто по правильной причине даст вам возможность почувствовать себя как-то лучше, чем вы себя чувствовали до этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, решения ваших трудностей. Обращайтесь за помощью, если решите заняться собой. Замой. 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 Замой.